Всем привет, снова здравствуйте Решил сразу второе видео записать чтобы ну мало ли кто-то начал делать и вопросы еще какие-то возникли, чтобы не ждать там завтра, послезавтра, когда у меня будет возможность ну вот чуть-чуть я так подшаманил конечно далеко от идеала ну в принципе как игровая игрушка пойдет вы потом будете когда делать уже там будет качественней, получше конечно все будете прорабатывать тут вся фишка в чем когда вы начинаете делать вот именно доспехи какие-то солдатиков, персонажей именно с конкретными как не доспехами а частями историческими вот именно какие детали тут были какие веревки там вы видите что я просто тут нанес типа латки так и здесь вот идет замок здесь идут уже веревки тут вязка идет и тут тоже вязка кольца идут здесь большие кольца идут в которые пронизываются вот эти вот лямки как его назвать плаща давайте расскажу как делать плащ по-быстренькому и разберем как сделать меч кстати на меч у меня было очень много критики что не показываю как не объясняю начинаю объяснять вроде тоже вопросы возникают у людей ну давайте поехали не будем тратить время так делается это все каким макаром вот есть у нас опять же персонаж и к этому персонажу мы просто добавим давайте сферу в принципе как и делали юбку только чуть-чуть в большом масштабе все заходим жмем геометрии жмем сайз уменьшаем нашу сферу так теперь включаем видимость нашей модели и поднимаем нашу сферу до плеч вот сюда вот мы ее вот так вот выставляем и опять же работаем с мофт опологи ставим побольше травм сайз и симметрию x включаем и вот так вот это все делая здесь моделируем вот так вот смотрим чтобы здесь все было заполнено тоже чтобы у нас более менее было куда рисовать и вот так вот все это дело намечаем когда мы вытянули вы видите что сетка у нас испортилась то делаем динамеш или можно заремеш сделать ну давайте сделаем заремеш поправим сетку и потом добавим дивайдов и по ней уже маской и сделаем короче плащ все все теперь добавляем дивайдов добавляйте сколько хотите вы эту модель потом удалите но будет качественней сделанная работа и все вот так вот на края только не залазим чтобы изломов не было чтобы потом не надо было все это дело обрезать как-то подгонять а просто можно было все это дело сгладить вот это мы все уберем опять же сделаем поменьше ctrl-alt вот так вот кстати вот на планшете очень удобно наверное делать вот такие вот дела там есть ручка и ручкой по-моему ты просто рисуешь я конечно не пользовался но было бы интересно теперь жмем опять же экстракт переключаемся так где он у нас есть жмем экстракт дубль отключаем опять экстракт ацепт переключаемся на то что у нас получилось а вот эту модель которую мы вытягивали можно просто удалить она нам не нужна и вот такой получается плащ вы видите я быстро нарисовал тут есть артефакты вот их теперь удалять поэтому я говорю что на край сильно не залазите и в результате потом когда вы все вот это дело подгоните подгоните когда вы его сгладите и потом еще придадите ему внешний вид здесь вот на плечах чуть пошире в нижней части чуть поуже потому что она свисает и все это дело по прошлому видео используя браш и автомаскинг вот эту клавишу бакфейс масс вот эту когда вы включаете то или иное ту или иную кисть то переключайтесь если работаете именно с экстрактом и вот включаете уменьшаете драфт сайз и рисуйте чтобы у вас сзади не было изменений но в принципе нам это не надо на данной модели почему потому что когда вы начинаете вот так вот рисовать добавлять там массу материал так устроен что он должен если есть где-то выпуклость то должна где-то быть впуклость ну это я так и вот так вот вы это дело все моделируете где-то добавляете где-то работаете стандартной кистью уменьшаете драфт сайз опять же и вот так вот где-то делаете складки где-то можно пройтись углублением придать больше мятости вот так вот и потом следом когда у вас вот такое что-то получилось можно все это дело чуть-чуть выгладить или сильно выгладить потом опять доработать или уже сделать полностью дайномеш зермеш и наложение ну все вот принцип короче вот такой вот так давайте это теперь удалим так и теперь давайте включим все наши саптулы ну в принципе вот объясняю что да далеко от идеала но я делаю просто мне на будущее эта модель не нужна я вот делаю просто так для объяснения для понимания так что и зачем это все где-то крутить вертеть короче не придирайтесь к словам как могу так объясняю так ну что теперь по мячу пройдемся давайте раз он чтобы он нам не мешал мы теперь преференс и не все это долой так начнем с чистого листа откроем куб вытянем его сделаем edit сделаем make polymesh и давайте теперь в геометре немножко так будем делать вот так вытянем так сплю с ним и вот так тоже вот такая заготовка у нас мяча получилась будем работать сделать сделаем давайте сначала посмотрим сетку и сделаем наверное давайте дай нам эш вот дай нам эш мы сделали и теперь будем работать полностью резкой control shift вот это вот дело но чтобы нам это все дело делать надо как всегда знать как что выглядит так что давайте загрузим римский меч он укороченный он очень маленький кстати вот так вот он выглядит можно все это дело конечно так вот развернуть кому как удобно так теперь это все дело можно вот так вот уменьшить подогнать даже можно чуть-чуть прибавить так давайте все это дело мы теперь обрежем так подгоним так и вот так вот еще так теперь вот это дело можно обрезать посмотрим на нашу заготовку и давайте теперь сплюснем так вот так вот мы теперь сплюснем поставим теперь вот так вот приблизим приблизим и теперь опять же поработаем резкой работаем модиф топологи так не по иксу контрол z работаем по z и теперь давайте еще так вот срезку дадим дадим и вот так вот у нас получается вот такая вот заготовка мяча теперь надо вот этот кончик чуть-чуть у нас страдает надо его вот так вот чуть-чуть повернуть выбрать угол так вот так наверное вот такой мяч у нас получается сейчас мы еще вот здесь вот можем вот так вот это все подобрать наискать вот уже заостренно будет так что еще можно сделать ну вот у римлян он в принципе вот такой вот меч можно еще короче взять обрезку это ну вот это вот и вот что можно теперь сделать вот этот меч мы сплю с ним сейчас так выровняем и теперь посмотрим как он у нас по какой оси и вот так мы его сплю с ним теперь мы вот это дело берем резку вот этот круг и можем в принципе вот так вот все это срезать кромку и будет уже как вмятина так и вот так вот у нас получается меч и теперь можем сюда еще кромку добавить вот сюда вот как это все делается так вот 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 если взять и кончик так прибрать вот так то получается вот такой скос тоже неплохой и теперь давайте все это дело опять назад вернем вытянем многовато жмем сферу геометрии уменьшаем сферу подводим ее к низу вот так вот жмем прозрачность так еще чуть-чуть уменьшаем и теперь давайте делаем обрезку поднимем теперь все это дело мы поднимем вот так и чуть-чуть еще уменьшим вот так добавим цилиндр цилиндр добавляем ему дивайдов опять же заходим в геометрии и вот так вот все это дело уменьшаем опять же это дело все вниз опускаем смотрим как она тут отцентровалась и теперь вот это все вытягиваем все это теперь вниз подаем и теперь делаем опять сферу опять сфера опять геометрии и опять все повторяем уменьшаем опускаем смотрим на картинку тут уже она целая и овальная значит теперь мы это дело все еще уменьшаем вот так вот поднимаем чуть-чуть вот так вот к верху вот так вот и чуть-чуть вытягиваем вот так вот так теперь у нас идет пимпа ну в принципе пимпу можно сделать вот этой кистью вот так вот вот так вот мы делаем снимаем куру эту и теперь давайте мы ее отделим сплит go сплит вот она у нас получилась и теперь нам надо ее просто развернуть вот так вот нажать move и вот сюда поднести отцентровать чуть-чуть вот так и в принципе уже и неплохо получилось так что у нас тут еще по ротации вот так вот вот такие дела у нас получаются так ну а вот эту часть можно или кольца сюда добавить или просто переключимся на нее так что снимем выделение переключимся добавим маску одну вторую третью ну и четвертую все делаем control и и давайте все это делая вытянем в деформации инфлат там вот таким образом так теперь лишнее давайте обрежем вот с ручки все вот у нас получился меч римский вот так он выглядит можно добавить сюда конечно еще рисунки какие-то там еще что-то ну в принципе нормально просто вот эту часть еще можно немножко вытянуть и немножко вот так ее откорректировать так так будем делать ножны с ножнами короче тут проблем вообще не будет плезвие есть мы его делаем дубляж делаем дубликат так все отключаем переключаемся переключаемся на него и делаем просто что вытягиваем так делаем его чуть-чуть толще длиннее вот так и вот это все лишнее мы просто обрезаем вот такие ножны у нас получаются сюда сейчас добавим пару квадратов аппенд переключаемся так и теперь чуть-чуть его плюс с ним уплотняем еще подгоняем вот так вот еще чуть-чуть уменьшим и вот эту часть переносим вниз вот так вот сюда вот так чуть-чуть наверное надо сплюснуть здесь будет потом барельеф ну как римский так как он у нас установился и теперь жмем и делаем еще дубликат второй все вот такие будут заготовки в принципе все нормально здесь уже будет подремень вот так вот 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 эту часть можно еще даже чуть-чуть сплюснуть смотрим что там у нас все нормально и теперь кончик вот этот давайте сделаем тоже с этого куска чтобы не заморачиваться уже переведем его вот так вот с помощью мофф вот так вот вытянем поднимем выше сделаем прозрачность так и вот это дело просто обрежем так что у нас теперь с симметрией вот так вот и теперь переведем чуть-чуть вот так повыше вот чтобы был больше мяча типа так все это есть снимаем выделение лишнее мы потом тоже можем обрезать переключимся на мяч не можем его просто вот так лишнее убрать там внутри так все заготовка есть вот это все можно теперь объединить делаем мердж даун вот этой всей ну всем частям объединяем все это вот все ножны у нас готовы потом можно там что хочешь там делать и теперь давайте объединим полностью меч вот эту часть мы опустим и теперь жмем так это кто у нас тут все правильно жмем мердж даун автомат и теперь меч можно регулировать вот 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 такой получился у нас меч простенько прикольно и теперь давайте все это делаем сделаем вот так вот дубликат так это кто у нас сделаем дубликат меча вот этого его отключим а этот поставим на вычитание и переключимся на ножны и сделаем короче мердж даун и выделение снимем ну вот вот такое вычитание получилось все всем пока всем до свидания вот такой вот меч у нас классный получился потом можно сюда барельеф вставить там всю фигню если кому надо узоры в принципе смотреться будет нормально нормально Продолжение следует...